Павильон Туркменистана Наконец-то я нашла что-то наше. В павильоне Туркменистана пока еще не решили технические вопросы, поэтому, скорее всего, откроются завтра. Ладно, пойдем дальше. Мне все-таки удалось попасть в павильон Туркмении 1 октября, в день открытия выставки. И все благодаря моей подписчице Ольге, с которой мы встретились на Экспо. Ольга родом из Туркмении и, конечно же, у нее есть свои знакомые в этом павильоне. Поэтому в павильон Туркмении я попала 1 октября, в день открытия выставки. Туркменистан – это страна в Центральной Азии, омываемая водами Каспийского моря. Значительную площадь страны занимает пустыня Каракум. Здесь расположены руины древних поселений Ниса и Мерф, через которые когда-то пролегал Великий Шелковый путь. После распада СССР Туркменистан перестал получать пшеницу взамен поставок хлопка. В стране возникли серьезные проблемы с хлебом. Правительство Туркменистана приняло решение обеспечить хлебную безопасность за счет собственного производства. Была принята программа «Зерно», в соответствии с которой реформированы системы управления, формы хозяйствования и земельные отношения. Это позволило расширить площади орошаемых земель, и в 2010 году страна обеспечила себя полностью и стала экспортировать пшеницу. Сейчас Туркменистан экспортирует в год 400 тысяч тонн пшеницы. А сейчас мне хотелось бы рассказать несколько интересных фактов о Туркменистане. По разведным запасам и добыче природного газа Туркменистан занимает второе место среди стран СНГ после России. И четвертое место в мире по его запасам после России, Ирана и Катара. Нефть и газ Туркменистан экспортирует в основном в Китай. Многие об этом не знают. Туркменистан – четвертая страна по территории среди стран СНГ. Большинство не знают, что уникальная ахалтикинская лошадь – результат труда многих поколений коневодов в Туркменистане – относится наряду с арабской к числу чистокровных пород. Самые эффектные и изящные лошади в мире – это ахалтикинские скакуны. Гордость и национальное достояние Туркменистана. Ахалтикинец изображен в центре государственного герба этой страны. Эти скакуны развивают скорость до 80 км в час. Они грациозны, чутки, внимательны, смышлены, с точенной лебединой шеей и тонкими ногами. Эти лошади при этом еще и удивительно выносливы, приспособлены к жаркому клевоту и прекрасно акклиматизируются в других условиях. Всем приветик, ребят! Мы сегодня снова в павильоне Туркменистана. Почему? Потому что Ольга меня пригласила сегодня на обед. То есть сегодня мы будем пробовать настоящие туркменские блюда. Но сначала я вам Олю обязательно покажу. Оль, приветик! Только здесь шумно, поэтому вы немножко говорите погромче чуть-чуть. Ну что сказать. Я очень рада, что Леда посетила в наше время, посетила наш туркменский павильон и попробовать блюда национальной туркменской кухни. Я надеюсь, я очень надеюсь, что тебе понравятся наши угощения и вообще понравится наша страна, наша высадка. Ну и значит, ну что еще. Ну вот, добро пожаловать, Леда, что в наш павильон Туркменистана. И приятного аппетита! Спасибо большое, Оль. Спасибо. Вот, мы уже тут плов немножко отъели. Он был очень вкусный. А сейчас я буду пробовать манты. Манты или манты? Манты. Манты. Ребята, представляете, я их манты, манты. Это, оказывается, манты. Вот так что будем пробовать манты. Но они, конечно, с говядиной. Так что вы ничего такого не подумайте. Ну вот смотрите, меня Оля привела к туркменским коврам. Почему? Потому что это главное богатство Туркменистана. Или не совсем, после лошадей. Лошадей мы вчера говорили про лошадей, да? Да, да, да. А, значит, ковры ручной работы тоже являются национальным достоянием туркменского народа. Вот эти вот ковры, которые вы видите на стенде, их пять ковров. И вот каждый орнамент, каждый ковер представляет племя туркменское, которое производит вот эти ковры. Вот этот самый бордовый ковер, это самый, как говорят, самый натуральный ахалтикинский ковер. Вот, значит, это вот племя ахалтикинцев, где женщина его ткут. Потом идет юмудский, вот этот бежевый второй. Это юмуды, тоже одно из племен туркмен. И потом вот эти вот другие уже племена, я названия их не помню. Тоже вот они, вот это как бы, это, сумочки тоже ручной работы нашей женщины. Куты, мы тоже, у меня тоже такая же сумочка есть. А они как будто под ковры сделаны, правильно? Да, ковры и сумочки. Вот как интересно, смотрите, какие. Вот эти бежевые ковры, бежевые ковры. Это дизайн нашего президента, многого уважаемого президента. Он любит вот светлый цвет, и как бы, и вот он сделал заказ нашим ковровщицам, чтобы фон был не бордовый, а бежевый. И вот с тех пор наши ковровщицы стали ткать такие же ковры, и мы тоже покупаем, и тоже у нас дома есть и такие ковры, и бежевые, и бордовые, и другие. Спасибо, Оль, большое, спасибо, что рассказали. Да, спасибо. Изящные туркменские ковры не раз получали многочисленные престижные награды на международных ярмарках и выставках, благодаря своему уникальному орнаменту и высокому качеству. Только представьте себе, что на каждом квадратном метре ковра туркменские ковровщицы завязывают до полутора миллионов узелков. В Туркменистане есть даже четыре ковра-гиганта. Два из них хранятся в национальных музеях, и один украшает дворец конгрессов. Последний, четвертый ковер-гигант, площадью 301 квадратный метр и весом в одну тонну 200 килограммов, был соткан в 2001 году. Шедевр внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Как самое крупное в мире ковровое полотно ручной работы. Поэтому туркменскими коврами можно только восхищаться. А еще в туркменистанском павильоне здесь продается корень солодки. Вот, посмотрите, вот это вот корень солодки. Я его никогда не видела, сейчас посмотрела, понюхала. И из солодки готовят вот такой вот сироп. Вот, его тоже изготавливают в туркмении, видите, 125 граммов. И он очень полезный при бронхитах, либо при каких-то других респираторных заболеваниях. Вот, видите, сколько продуктов из солодки, даже чай есть из солодки. Просто есть очищенный корень солодки. Вот такая вот красота. И еще здесь продается косметика. Туркмения совместно с Италией. Вот такая вот дорогая, хорошая косметика. Тоже все понюхала, все очень достойно. Мне понравилась косметика, называется Малагара. А еще мне понравились юбилейные монеты Туркменистана, посвященные знаковым датам, традициям и ахалтикинским скакунам. К сожалению, приобрести их нельзя, но посмотреть можно. Интересно изучать историю страны по памятным монетам. Кстати, самое большое количество традиционных серебряных украшений в мире у туркменских невест. Ну, в общем, решила сегодня с вами поделиться. Хочу вам показать, что же мне подарили на Экспо в павильоне Туркменистана, то есть Туркмении. Поэтому сейчас вам, ребята, все покажу. То есть добрейшей души люди и, соответственно, дарят подарки. Не знаю, как это будет в процессе самого Экспо, но в начале Экспо пока нам удалось получить вот такие вот интересные подарки. Вот такой вот у меня здесь красивый пакет с лошадками. И сейчас я все достану и все вам покажу и расскажу. Ну, вот смотрите, ребята, мне подарили вот такой вот коврик. Правда, я еще пока не знаю, куда я его смогу приспособить. Он такой длинный, интересный, красивый. Вот такая вот тарелка со знаковым местом в Туркмении. Что за знаковое место пока еще не знаю, обязательно попытаюсь найти. Если знаете, пишите в комментариях. Потом еще вот такая вот маска из вулканической глины, которую нужно наносить на лицо. Но у меня не жирная кожа, так что на 15-20 минут. Вот. И еще подарили мне корень солодки. Вот такую вот травку, которая растет в Туркмении. Очищенный корень солодки. А, это, кстати говоря, вот здесь вот не трава, а здесь пакетики. Я так понимаю, что это как чай или напиток какой-то чайный. Надо будет обязательно прочитать содержание. А вот, стопроцентный чистый измельченный корень солодки. Показан для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. В качестве противовоспалительного и отхаркивающего средства. Так что, ну, у меня с дыханием проблем нет. Но после короны, я так думаю, будет полезно. Вот. Подарили мне чай из цветов ромашки. Вот он какой. И вот здесь еще одна такая интересная штука. Трава и цветки верблюжьи колючки. Для чего они, я еще пока не знаю. Сейчас посмотрю. Применяют как противовоспалительное и антисептическое средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Ну, в общем, вот так вот. Поэтому травку мне подарили. И самое главное, подарили еще фильм о Туркмении, который я обязательно посмотрю. То есть, вот здесь у меня диск, где можно посмотреть фильм о Туркмении. В общем, вот так вот. Все интересно. У меня на сегодня все, дорогие мои. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал Секреты Эмиратов. А я буду продолжать дальше снимать для вас самые интересные павильоны на выставке Экспо-2020 в Дубае. Всем пока-пока, всем хорошего дня и отличного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok